приветствую вас дорогие смотрители моего канала экзорцисты экзорцист очки и экзорци и экзорцируемые сегодня такую тему будем обсуждать я буду делиться своими во зрениями и вообще хочется еще раз сказать здесь я не пытаюсь осудить какие-либо точки зрения сказать что вот так хорошо так плохо кому-то может хорошо кому-то может быть плохо пытаюсь в той возможности как это у меня получается непредвзято смотреть на эту точку на эти точки зрения и оценивать максимально если можно так сказать научно как то есть основная задача обсудить как формируется как формируется наше мировоззрение что на него влияет и каждый человек сам то есть я за то чтобы максимально осознанно каждый принимал решение проживал свою жизнь чтобы то решение жизнь были максимально осознанны и то чем я делюсь это именно своими наблюдениями ну скажем так не только своими ну то что я пропустил через себя что касается о форме а формирование мировоззрения себя не что неправым не неправым есть я себя считаю исследователем которые так скажем что-то нащупал вот бывает так что исследователи либо ученые пока что можно заказать за жабры и щуку не взяли но уже поклевки идут поклевочки идут и вот она видна там наблюдается щука я разбираю те концепции те идеи сейчас на данном этапе которые закладываются обществом для большинства подчеркиваю для большинства то есть есть и меньшинство и не то есть ну возьмем просто юридическую нашу систему как она вот устроена современная в ней не равны все не равны то есть если мы почитаем законодательство сейчас не буду конкретно в юридические термины погружаться юридические статусы но есть такой термин допустим депутатская неприкосновенность 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 судей и тому бы то ни было то есть уже получается что вот в этом в этих правилах которые которыми вынужден которым вынуждены следовать большинству подавляющие девяносто девять и девять процентов населения есть кто-то кто не обязанным следует то же самое и касается мировоззрения те нормы и принципы которые закладываются нам в виде каких-то образов слов идей морали ну так скажем я пока еще так мягко виду я пока без нормативной лексики я когда меня уже будет совсем так распирать я тогда начну уже жесткой материться и все остальное у меня есть сомнения что все следуют тем нормам и моралям то есть мы не говорим даже про какие-то уголовные дела то что ну скажем так у кого неприкосновенности нет все таки вынуждены соблюдать уголовное законодательство ну кто-то не соблюдает но как правило потом сидит не всегда опять же мы знаем тоже свои исключения есть и сейчас хочу обсудить сегодня такую тему как довольствую себя малым и у нас нету такого скажем так то есть четкого какого-то законодательного акта что должен довольствоваться малым хотя есть есть в уставе в воинской службы сказано что боец военнослужащий обязан 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 переносить все тяготы и лишения военной службы и опять таки там есть различия есть снабжение для генералов и для рядовых оно разное тяготы у всех разные ну и ответственность разная я не хочу принижать какие-то руководящие то есть я считаю что люди кто занимает какие-то руководящие позиции большинстве случаев ну какие-то таланты имеют и то есть определенно у них есть качество чему можно поучиться давайте рассмотрим такую тему как довольствоваться малым то есть воздействие происходит не так что говорят вот вы все короче вот у нас федеральный закон довольствуюсь все малым хотя в принципе если рассматривать за некоторых должностных лиц как практически тех кто создает законодательство такие от них речи поступают вспоминаем да денег и денег нет но вы держитесь ну я думаю что там он еще дал что-то за что можно подержаться то есть деньги не единственный в жизни за что можно держаться вот так вот еще там он говорил это же должностное лицо насколько я слышал хотя может обманывают потому что я-то не знаю мне это это все передают словами может такого и не было вот может информация у меня вообще некорректно не знаю может быть это не в россии все было да вот говорил что вот учителя не фигом там хотеть денег хотите денег идите в бизнес то есть здесь ну в принципе инструкция хорошая да то есть хотите денег идите в бизнес ну грамотную но почему-то то есть есть так логически порассуждать то действительно она же не противоречит одно другому ты учитель преподаватель ты умеешь что-то какие у тебя знания навыки есть а ты что-то полезно умеешь преподавать людям сделай свой учительский бизнес то есть стань учителем сделать частную школу преподавая почему нет классно то есть инструкция рабочая есть действительно человек от бога и хороший специалист классная инструкция вот прямо вот поддерживаем здесь все логично хочешь денег вот выставляешь цену и ешь и вот скромность довольствуюсь малым как там еще в библии сказано не пройдет через угольное ушко и там еще что-то а только нищие духом нищие духом обретут царствие божие только нищие духом обретут царствие божие то есть здесь опять же некоторая такая вещь что обесценивается обесценивается вообще роль денег то есть здесь много слоев в этом вот и идеи вот в этих высказываниях много слоев у нас первое это обесценивание денег то что деньги они не нужны принципе в жизни надо держаться за что-то другое за что-то держаться надо когда их их нет то есть когда они есть принципе за них тоже можно держаться исходя из этой логики данного когда они когда их нет надо за что-то еще держаться вот и нам предлагают держаться за разные другие концепции допустим вот очень хорошая концепция патриотизм хотя допустим вот лев николаевич толстой он в своем рассказе почему-то негативно высказываются этой мировоззренческой концепции кому интересно почитайте вот что вот такой известный до писатель нам войну и мир в школе дают читать некоторые произведения толстого хотя толстой скал нафиг сжечь в топку дурь такая ересь не будем одну каренину там дают как там размышления этой женщины размышления женщина перед самоубийством да вот грустные и опять же вот он пишет в своем эпиграфе да то что вначале то что все счастливые семьи счастливы по одинаково они счастливы по разному и давайте мы поразмышляем и погрузимся в тему как семьи несчастные то есть мы в школе не преподают такие произведения как правило где рассказывается о счастливой семейной жизни хотя я допустим помню рассказ читал школе детство темы там в принципе достаточно радостное счастливое детство подростка описывается как он учился там по моему у него особо не было каких-то больших потрясений вот а допустим горького в люди там как вот в принципе с одной стороны это хорошо некий подвиг это может быть и хорошее произведение что он смог из какого-то положения низкого там до за счет сила духа сила духа это основная тема который еще буду посвящать много тем для размышления и для обсуждения которое в жизни нам дает возможность преодолевать и развиваться кстати вот довольствоваться малым когда говорится эта идея концепция довольствую себя малым будь скромным это в том числе идет подавление силы духа то есть когда человек у человека есть внутренняя потребность желание как-то себя проявить еще как-то выразить себя это внутреннее такое желание у него есть вот ему говорят довольствую все мало мне выпендривайся и все остальное и люди даже то есть что здесь хочется рассмотреть и многие люди какие-то концепции идеи высказывают и они даже не понимают откуда они у них есть то есть много очень концепции программ мировоззренческих заходит так глубоко что они ассоциируют что это с ними что ты что это они сами то есть у них нет идеи что их мировоззрение их взгляд на мир она как-то сложилось и изначально его не было я помню когда я в школе учился что-то там мы какую-то в их выходку сделали с моим товарищем на парте что-то там то ли стишок написали какой-то что ли еще не помню что то такое и нам учительница прямо на полном серьезе хотя это уже были там 90-е годы уже ссср не было она сказала вы вообще понимаете с чем вы шутите то ли про сталина не помню то ли про ельцина шутку не помню вы понимаете что вы делаете за людьми вообще приезжают их и забирают вы понимаете с чем вы шутите и причем она это говорила так эмоционально так ну переживала действительно к будке ну вчера видела как там вора воронок подъехал кого-то забрал это все продолжается то есть вот эти вот идеи концепции они связаны со страхом людей и люди не понимают как они туда зашли мы в принципе по сути методика лечения страха чего бы то ни было это как раз глубокое раскапывание тех ситуаций которые и нахождение их которые приводят человека к этой ситуации вот и таким образом довольствуюся малым до с одной стороны говорится о том что довольным быть это хорошо то есть здесь какая идея концепция что довольным быть это хорошо то есть довольным жить в жизни быть надо но надо почему-то довольствоваться малым а если я буду довольствоваться малым и еще ну еще малюсенько чуть-чуть вот у меня совсем мало и от этого малого еще есть один процент будет вот этим можно довольствоваться а если мы к этому одному проценту еще пол процента прибавим а если сто процентов ну предположим у меня есть урожай картошки и я могу быть довольным и ездил есть килограмм картошки вот у меня на зиму есть несколько мешков я вот посчитал что в принципе на каждый день килограмм картошки хватает и в принципе нормально ну допустим еще там огурцы помидоры не знаю капуста есть можно быть довольным то есть уже пропитание имеется и можно быть этим довольным мало мало но и доволен доволен пища есть все хорошо а предположим у меня если на зиму есть не килограмм а полтора карт полтора килограмма картошки мало ну в принципе мало вот а кто вот отмеряет что вот это вот то чем можно быть довольным а это нельзя быть довольным то есть опять здесь идет какое-то сравнение и в первую очередь она это манипуляция общественно связано с тем что ну вы наверное видите что кого-то побольше код побольше если у нас у всех дача по 6 соток но если один сосед засадил все картошкой но у него будет побольше да ну вот но в принципе если я засадил условно четверть огорода он весь да у него будет в четыре раза больше не так много да а у меня у меня условно там один мешок а у него четыре мешка ну ну как бы но все-таки сажал как-то видно да вот есть некоторые там не в четыре раза больше как-то вот она прямо счета как-то да вот и именно здесь здесь уже говорит ребята 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 нормально все нормально вот эта ситуация нормальная на дне это нормально максим горький говорит нормально все сидим ровно на попе даже если внутри есть какая-то сила духа которая говорит давай мы этот не 4 мешка 400 мешочков там еще чем на пряники будем менять картошку не надо и что еще хотел сказать что вот эти вот концепции они вводятся людям не напрямую не то что нам кто-то приказывает кто-то приходит и приказывает килограмм картошки в день там терпеть мало это в принципе если мы вспомним нашу жизнь в нашей жизни были талоны я помню 90-е годы талоны я помню в магазин ходил покупал там что-то талон на крупу вот советское время не помню то ли начало 90-х но талоны помню я их рук в руках ты держал талоны были вот и вспомним после военное время после второй мировой войны там тоже были талоны в принципе там тоже были определенные ограничения даже по питанию вот и концепции эти закладываются через рассказы через фильмы через песни пляски да и какой-то вот ученый психолог какой-то провел исследование сказал что да вообще на самом деле вот эти все что по два килограмма картошки в день едят вообще не счастливы люди несчастливые вот килограммчик вот это вот сама то вот прямо вот они несчастливые по два килограмма вообще жизнь не клеится не ладится никак вот именно то о чем хочется поговорить это как именно ловко так четенько так закладываются нам убеждения программы и мы считаем что это само собой разумеющимся но у всех по шесть соток земли то господи у всех дачи по шесть соток и домик шесть на шесть если удалось спереть стройматериалы если стройматериалы спереть не удалось то какой-нибудь там сарайчик я не знаю два на два слава богу и съесть да вот ну как говорится я же не прав это я просто здесь про фанации какие-то фантазии рассказываю поэтому да и вообще аккуратней аккуратнее я этот говорю вот мои видео надо смотреть очень аккуратно потому что жизнь меняется мировоззренческие концепции меняются вот опасно то есть меня смотреть сразу говорю это опасно опасные видео то есть к чему они вас приведут я не знаю вот но жизнь поменяется по-любому поэтому смотрите меня аккуратно лучше не смотрите сразу дизлайк только видео новое вышло сразу короче дизлайк и комментарий какой негативные что ну мнение свое мнение вот высказывайте вот это вот я считаю хорошо чтобы главное это да и самое главное вот убирайте от ваших телеприемников и телемобильников малолетних детей малолетних детей ну следующий раз кстати можно будет трехлитровые банки заряжать то есть я буду заряжать на своих сеансах буду заряжать воду трехлитровые банки трехлитровые банки вчера как раз было крещение вот я сейчас этой сил сил силы набрался вот этой вселенской крещенской воды и я теперь весь год могу заряжать воду в трехлитровых банках вот так что можно тоже будет ставить перед компьютерами перед телефонами ставить трехлитровые банки заряжать будет вода заряжаться самое главное убирайте от малолетних детей потому что если они меня послушают вот наслушаются этого это это не надо не надо пусть их этот в школе нормально их это обучат воспитают не надо этот слушать всяких на ю тубе до youtube и у тубера всяких вот этих да